Сергей Анатольевич, доктор физматологов, специалист в области физики звёзд. Как раз у нас в физике звёзд довольно мало касались. Вот, может, потом каждый раз коснёмся. Я сегодня расскажу про весьма важную особенность, связанную со звёздами, самоказовую. С того, как звёзды устроены и как они живут, то есть реалиционируют. Значит, давайте мы, не вдаваясь в детали, скажем, что звезда — это газовый шар с массой от 1,1 до примерно 100 масс Солнца. Мы говорим о звёздах, ближайшее к нам Солнце, естественно, наиболее изученное, естественно, это эталон, поэтому удобно мерить, ну вот как в том мультфильме, в статусах у Гаев, то звёзд, все их параметры измерять в соответствующих параметрах Солнца. Значит, итак, самое главное для звезды — это геомеханическая равновесие. Почему звезда вообще живёт? Значит, это баланс сил, тяготение, собственного тяготения звезды, которое стремится звезду сжать в точку, и газовое давление, которое, наоборот, стремится звезду, как любой газ, раскидать во все стороны. Значит, вот баланс сил и обеспечивает механическое равновесие звезды. По сути дела, равновесие каждого кубика элементарного объёма внутри звезды точно так же описывается, как мы описываем положение кусочка мысленно выделенного объёма в жидкости. То есть у меня есть давление сверху, давление снизу, в силу симметрии и упаковки всё одинаково, но из-за того, что равновесие давление должна быть больше, чем эта, потому что к ней присутствует ещё вес кубика, значит, давление в жидкости растёт. Значит, поэтому чем выше в данной точке высота столба жидкости, тем больше давление в жидкости. Ну, кто окружался на глубину с аквалангом, тот, зная, как растёт такой рисунок, взятной из учебника для вывода закона архива. Соответственно, чем глубже, тем больше вес вышележащих слоёв звезды. Всё. А нам даже ещё так. Вот что. Соответственно, чем, вот если мы выделим вот такой столбик, чем глубже центр звезды, тем, соответственно, у вас больше будет вес вышележащих слоёв, тем глубже должно быть больше газовое давление, которое вот этот элементарный столбик поддерживает. Точно так же, как в нашей земной атмосфере. Поэтому, если мы будем двигаться от края звезды к центру, у вас давление будет возрастать монотонно, от нуля, ну, до какой-то предельной дичины в центре. При этом оказывается, что и плотность газа должна отременно возрастать, и температура. То есть, чем глубже вы идёте в звезду, тем плотнее вещество, вот этот самый газ, и, соответственно, тем выше его температура. Звезда должна, кроме механического равновесия, ещё, так сказать, поддерживать некое тепловое равновесие. Поскольку внешние слои звезды нагреты, вот для звёзд от 1,1 до 100 масс Солнца, температура поверхности слоёв варьируется от примерно 2,5 тысяч до где-то там 76 тысяч градусов, то, соответственно, звёзды излучают энергию в окружающее пространство, ну и как будто, так сказать, должны остывать. Значит, но на самом деле так не происходит, и вообще говоря, на основной части эволюции звезды, на основной части жизни звезды, потеря выделяемого в окружающее пространство тепла компенсируется выделением энергии за счёт термоядерных реакций. Ну, тут мы, значит, должны обязательно сказать, что же такое эти самые термоядерные реакции, и очень быстро я должен напомнить, что такое пространение атома, пространение его ядра. Пространение атома. Ну, атом состоит из ядра положительно заряженного, вокруг которого летают электроны. Ну, по своим магнитным местам, говорить о классическом языке, не давать от лета. Значит, на самом деле ядро, в свою очередь, состоит из двух видов частиц, протонов и нейтронов, которые имеют примерно одинаковую массу, но протоны положительно заряжены, а нейтроны нейтральны. Значит, заряд одного протона равен заряду электрона, поэтому в целом атом электронейтрален, это значит, что в нём количество протонов в ядре равно количеству электронов, которые вокруг него обращаются. То есть, более того, количество протонов, количество электронов, вот здесь на орбите, оно определяет химические свойства атома, и поэтому на самом деле количество электронов, или же заряд ядра, выраженный в единице заряда протона, это и есть просто порядковый номер элементов в таблице Менделеева. Водород состоит из одного ядра водорода, один протон, уран, который 92-й в таблице Менделеева, 92 протона. Но при этом в ядре может быть еще и нейтроны, поэтому атомный вес ядра, выраженный в единицах массы протона, он может отличаться от заряда. Ну и действительно, он отличается от другого водорода, равен единице, но есть и так называемые изотопы водорода, дейтерий-дритий, у дейтерия есть один нейтрон в ядре, у дрития два нейтрона, но химические, так сказать, они совершенно ведут себя одинаково, поскольку все влияет с электронами, а их ровно столько, сколько в единице. Вот я очень быстро напомнил то, что проходит полчетверки или четверки на целую школе, ну а теперь надо сказать следующее. Размер ядра в сотни тысяч раз меньше, чем радиус первой армии. Но с другой стороны, в ядре, если мы возьмем что-то, кроме водорода, то мы увидим близко расположенные протоны. Но протоны должны отталкиваться друг от друга, и скомпенсировать это отталкивание электронами, которые находятся в сто тысяч раз дальше, естественно, невозможно. Значит, должна быть какая-то сила притяжения между частицами, и такие силы есть, они называются ядерные силы. Особенность ядерных сил заключается в том, что они очень быстро спадают с расстояния. Вот сила Кулоновского отталкивания для притяжения, они спадают с расстоянием по закону единицы на квадрат. Ядерные силы спадают гораздо быстрее, экспоненциально. И можно сказать, что за пределами 10 минус 15 метра, кстати, я наверно буду говорить какие-то слова в системе СГС, мне это просто привычнее. Таким образом, ядерные силы можно назвать краткодействующими. Они действуют только между ближайшими частицами соседей. Отсюда следует ряд таких выводов. То есть, если мы хотим, чтобы два протона, там, протоны, два протона, то есть две зарядки, в которых протоны и нейтроны, их в нейтрон, в нейтрон, сблизились на такое расстояние, чтобы ядерные силы их слепили, значит, для этого нужно поступить двумя способами. Либо, значит, одно или другое, грубо говоря, привить двойнём, а второе, разогнать в ускорителе и, значит, соответствующей энергией приблизить его, преодолев кулонское отталкивание, приблизить на расстоянии 10 минус 15 метра, а дальше ядерные силы уже их слепят. Либо, если это газ, то нужно заставить частицы быстро двигаться. То есть, газ должен быть нагрет до очень высокой температуры. Чем больше заряды, сталкивающихся ядер, то есть, которые мы хотим слепить в одно ядро, тем сильнее надо нагреть газ. Отсюда можно сделать несколько выводов. Значит, первое, термоядерные реакции протекают в центральных областях звёзд, ну, потому что там горячее всего. Второе, в данный момент на звезде может идти ядерная реакция слияния ядер, то есть одного вида ядерного топлива. Например, в центре Солнца 4 протона сейчас сливаются в ядро гелия, а вот ядра гелия сливаться не могут, потому что температуры недостаточно для этого. У ядер гелия заряд больше, ну, понятно, да, значит, соответственно, куломовское отталкивание больше, температуры не хватает. Вот эти два вывода, они как бы интуитивно понятны, ну, и, соответственно, значит, что про это можно сказать. Я попробую объяснить вам про ядерную реакцию. Давайте мы представим следующую ситуацию. Возьмем жидкость и возьмем молекулу. Если эта молекула находится внутри жидкости, то она испытывает взаимодействие со своими соседями, ну, пусть это будет притяжение или отталкивание, сейчас неважно, пусть будет притяжение со стороны соседей. Если она находится в глубине, то ясно, что в силу симметрии, что равнодействующая сила равна нулю. Теперь представим ту же самую молекулу на поверхности этой жидкости. Ну, и для простоты предположим, что у вас там нет ни воздуха, ничего, просто факт. Тогда эта же самая молекула будет притягиваться с этой стороны. Значит, отсюда ясно, что равнодействующая сила должна быть направлена к центру. Значит, эта молекула должна стремиться с поверхности уйти внутрь. Это та причина, которая вызывает физическое поверхностное натяжение жидкости. Жидкость стремится сократить свою поверхность. Значит, ну, будем говорить, что она не сжимаема, а тело данного объема, значит, имеет минимальную поверхность, когда это шар. Ну, поэтому в невесомости, когда нет никаких других сил, у вас кусочек выброшенной воды стремится принять форму шара. Значит, это так в школе, во всяком случае, в моё время объясняли, что такое поверхностное натяжение, почему образуются сферические капли, как в невесомости и так далее. Теперь давайте представим себе следующее. Представьте себе, что у вас есть одна капля жидкости, и есть вторая капля жидкости, и вы поднесли друг к другу. Утверждение такое. Эти две капли сольются. Почему? А потому что у образовавшейся капли объем, который равен сумме объема двух этих капель, площадь поверхности будет меньше. То есть это энергетически выгодно. Значит, они сольются, две капли сольются. Значит, и у вас будет энергетический выигрыш. А что это практически значит? Реальность. Реальность, это значит, что капли, которые у вас образуются в результате слияния, значит, сначала вот, она начнёт вот так вот колебаться-колебаться, потом за счёт внутреннего трения всё затухнет, и у вас окажутся результирующие капли чуть более горячие. Представим себе следующую ситуацию. Представим себе, что из вредительских погрузений мы взяли и посадили на капли электрический заряд. Давайте для простоты положительный заряд. Или там отрицательный, неважно. Ну вот отрицательный давайте. Отрицательный. Электроны выделены, облучиваются фиолетом, капли вылетели электронными, вот капли приобретет отрицательный заряд. Что будет? Когда капли сольются, когда капли сольются, то тогда заряды разберутся, ну, чтобы оказаться как можно дальше друг от друга, то есть на противоположные концы, и потянутся с собой положительные заряды. То есть капли немножко деформируются. Но ясно, что у этой штуки площадь поверхности будет больше, чем вот эта. То есть энергетический выигрыш будет меньше. Понятно, да? Теперь давайте насажаем еще больше зарядов. Капли еще сильнее вытянутся. И наконец, если вы какое-то критическое количество заряда насажаете, капли будут уже энергетически невыгодно сливаться. и она вообще у вас под результирующей картой приобретет какой-то такой вот вид. Вы руками это сделаете, в такую конфигурацию, но энергетически это уже невыгодно. То есть вы не выигрываете в энергии, а наоборот ее затратите. Наконец, если вы еще больше высажаете заряды на исходные капли, то даже если вы руками какую каплю сделаете, то она развалится. Понятно, да? То есть вот эта перетяжка, и у вас все получится. Ну естественно, сколько вы энергии затратили, столько энергии значат. Ну на то, чтобы сблизить столько и выделиться, когда капли будут разъединяться. Ну мне кажется, что все абсолютно понятно. А теперь давайте поговорим про яры. Значит, если мы берем ядро, мы теперь можем посмотреть на картину, на предыдущую слайд, то у вас каждый протон, каждый протон, нейтрон, взаимодействует, как я уже сказал, только со своим ближайшим окружением. Ядерные силы краткодействующие. А если так, то в этом смысле они ведут себя как молекулы. Значит, и в этом смысле каждый нуклон, каждый протон, ну каждый протон и нейтрон с поверхности будет стремиться уйти внутрь. Ну все, а дальше все понятно. Значит, слияние ядер с малым зарядом энергетически выгодно, должна выделяться энергия. Наконец, если заряд будет каким-то критическим, то дальше слияние ядер будет энергетически невыгодно. И еще, если заряды больше ядер, но вы их, так сказать, руками, ускорителем все-таки слили, они спустя какое-то время развалятся. Все, я вам рассказывал, что все ядер на ощупь. Значит, действительно, значит, слияние синтез ядер вплоть до ядра железа, значит, 28 порядковые нормы таблицы Менделеева, значит, энергетически выгодно. Железо — это ядерное золото. То есть, когда у вас топливо ядерное горит, в конце концов, когда только образовалось железо, все, дальше уже синтез невыгодный. Но, если у вас есть лишняя энергия, вы можете синтезировать ядра более далекие. Последнее ядро, которое имеет устойчивый затоп, который живет вечно, — это свинец. Правда, есть за ним висмут 207, если не ошибаюсь. У него время жизни, что-то, 10-19 лет, ну, то есть, в 100 миллионов раз больше, чем возраст нашей Вселенной, но, тем не менее, он все равно развалится. То есть, устойчивого ядра нет. Вот мы говорим, уран есть 235-й, который в атомной бомбе, и уран 238-й, который в стабильном. Ничего не стабильный. У него период по распаду на 4,5 миллиарда лет. Нету за ядром свинца нет ни одного стабильного изотопа. Ну, и мы теперь прекрасно используем так называемую капельную модель ядра, которую предложил Борстрит завтра. Мы понимаем, почему это. Все. Я всю эту физику рассказываю. Ясно, что когда, если у вас есть высокая температура в центре звезды, когда она достигает определенного порога, когда, допустим, ну, естественно, самые мелкие заряды по единичке этого водорода, поэтому сначала должен загораться, ну, в термоядерном смысле, водород, и должны, так сказать, синтезироваться эти ядра, значит, для этого нужна какая-то некая пороговая температура, ну, и соответственно, значит, эта температура порядка, там, ну, скажем, около 10 миллионов градусов. Вот тогда у вас это будет гореть. Чтобы гель загорелся, вам нужно примерно 100 миллионов градусов, чтобы дальше, так сказать, элементы другие, там, начали сливаться и так далее, вам нужно уже под миллиарды градусов и так далее. Ну, порядка нескольких миллиардов, чтобы синтезировать там уже ядр железа при столкновении там чего-то с чем-то и тому подобное. То есть это мы прекрасно понимаем. Значит, энергию, которая в центре выделилась, теперь надо сказать, а в каком виде выделяется ядерная энергия? Что значит энергия выделилась? Вот слились два ядра, и что значит энергия выделилась? В каком виде? Ну, во-первых, ядра образуются возбужденные, и поэтому, так сказать, они часть своей энергии возбуждения сбрасывают в виде гамма-излучения. Это гамма-излучение, так сказать, поглощается или рассеивается окружающим веществом, передает ему свою энергию, увеличивает генетическую энергию. Вот так оно выглядит. Либо, так сказать, просто речь идет о том, что образовавшееся ядро имеет какую-то генетическую достаточно высокую энергию, ну, то есть, соответственно, происходит нагревание газа. Вот в таком виде выделяется ядерная энергия. Но теперь звезда излучается с поверхности, тепло выделяется в центре, значит, тепло надо перенести из центра к поверхности. Вот это проблема теплопереноса. Значит, основными в жизни в звездах является два вида теплопереноса. Один – это за счет излучения. Но у вас те области, которые более горячие, в них излучаются больше квантов. Вот две области, вот одна, вот вторая. Здесь более горячая, здесь более холодная. Значит, здесь излучается больше квантов, больше фотонов, а здесь меньше. Значит, соответственно, происходит обмен тепла между ними, поскольку отсюда летит больше квантов. Они переносят энергию при поглощении этим газом. Значит, это так называемый механизм лучистой теплопроводности. У вас температура в центре самая большая, на поверхности самая маленькая. Значит, соответственно, у вас есть, как говорят, градиент температуры и, соответственно, тепло излучением переноса. Но есть области, где непрозрачность вещества очень велика. И тогда для того, чтобы перенести температуру, вам нужен очень крутой перепад температуры. Оказывается, в этом случае возникает такая ситуация, что возникает конвекция. Та самая конвекция, которая тут нарисована на нагревателе, значит, вот нагревается, расширяется, становится более легким, сила Архимеда его, как шарик, приподымает, значит, там он остывает, отдавая тепло окружающим слоям, становится холодным, опускается вниз, и вот у вас все вот так перемешивается. Конвекция происходит в нашей земной атмосфере, и в нашей земной атмосфере, значит, именно нагрев воздуха, в общем, прозрачен в видимом диапазоне, но он нагревает, солнечные лучи нагревают поверхность земли, прилежащие слои воздуха от этого нагреваются, поднимаются вверх, опускаются и так далее. Ну и примеры в конвекции, значит, можно привести миллиардов, это вы все, конечно, знаете. Значит, таким образом, вот есть два механизма, основных механизма переноса тепла в свет. Вот конвекция еще интересна для нас тем, что она не только переносит тепло, но еще и перемешивает вещество. Значит, поэтому, если у вас есть неоднородный химический состав, по той или иной причине, то конвекция его перемешает, и все будет химически однородным. Это для нас будет важно, чтобы нам продолжить. Надо сказать, что основной результат изучения физики звезд в 20 веке заключается в том, что астрономы не просто догадались, а смогли подтвердить наблюдениями, расчетами основной результат о том, что звезды, как и люди, рождаются, живут и умирают. Замечательная особенность звезды заключается в том, что звезда – это холодильник на вар. Значит, мы уже сказали, что у вас в звезде в данный момент может гореть только один вид ядерного топлива, ну, например, на Солнцеводорог. И когда он кончится, и у вас температура не мгновенно поднимется до нужных 100 миллионов градусов, значит, будет какой-то период, когда ядерного топлива, грубо говоря, у вас нет в центре. Значит, что же будет со звездой в этот момент? Звезда все время излучает с поверхности, она все время теряет энергию. Значит, казалось бы, она должна остывать, и вообще есть такой классический вопрос. Представим себе, что какие-то вредители взяли и в центре Солнца выключили ядерную реакцию. Что будет с Солнцем? Значит, мгновенный ответ, такой, кажущийся инклютивный, Солнце начнет остывать. Так вот, на самом деле, оказывается, что все наоборот. Солнце начнет, во-первых, излучать еще более интенсивно, а во-вторых, Солнце начнет нагреваться, прогреваться. С чем это связано? Дело в том, что газ как бы попытается остыть, но самое главное для него это механическое равновесие, чтобы было достаточно большое давление. Поэтому звезда вынуждена будет поджиматься. А раз она поджимается, сила тикотения совершает работу, и нагревать должны звезду. Так вот, простой расчет показывает, что на самом деле результат такой, у звезды, у газового шара, который держится на самой гравитации, и поддерживает свое механическое равновесие. Если вы его сжимаете, если он излучается с поверхности, то он сжимается, при этом половина работы идет на то, чтобы скомпенсировать потерянные излучения, а половина идет на нагрев. То есть получается так, вы теряете тепло, а все наоборот нагревается. В этом смысле это то, что называется отрицательная теплоемкость. Вы тепло отбираете, а температура растет. Такая же отрицательная теплоемкость есть и у морозильника и холодильника. Счетчик крутится, холодильник работает, жрет энергию, а у вас в объеме камеры у вас все остывает. То есть энергия закачивается, а все остывает. Правда, на самом деле, если взять холодильник в целом, тепла все-таки выделяется больше, в соответствии со всеми законами термодинамики, как положено. А тут вот такая вот ситуация, холодильник наварок. Значит, таким образом получается, какая любопытная вещь. Если в звезды кончилось ядерное топливо, какое-то определенного сорта, и для того, чтобы загорелось новое, синтезированное в результате, ну, допустим, как на Солнце, из водорода гелий образовался, чтобы загорался гелий, вам не хватает температуры, то звезда начнет сжиматься, разогреваться, и в конце концов, температура ее повысится до нужных 100 миллионов, и гелий загорится. Затем этот гелий прогорит. Опять возникнет та же самая ситуация, ядро при этом центральной области будут сжиматься, опять температура повысится, загорится, следующий вид ядерного топлива и т.д. и т.п. вплоть до образования, как мы уже с вами сказали, железа. Железо – ядерное золото. А вот когда вы начнете сжимать, и, так сказать, у вас железо начнет нагреваться и так далее, синтезировать до легких, более тяжелый элемент, то тут у вас начнется не нагрев, а наоборот начнется отбор тепла. И вот тут со звездой из-за этого случаются всяческие неприятности вплоть до ее гибели. Ну вот, мы, так сказать, все это поняли. Единственная вещь, которую я не могу, к сожалению, на пальцах объяснить, и боюсь, что никто этого не может объяснить на пальцах, это, так сказать, расчеты, что когда центральные области по описанным выше причинам сжимаются, становятся все более плотными и горячими, при этом внешние области расширяются. Вот такой вот, так сказать, феномен. Так устроена звезда. Ну и тогда вот мы все с вами, значит, то, что я сказал, все это мы с вами сейчас можем на картинке просто посмотреть. Итак, у меня есть газовое облако некоторое, из которого, которое начинает сжиматься. В этом газовом, из этого газового облака, значит, образуется некий компактный шар, который излучает с поверхностью, он нагрет, соответственно, сжимается еще сильнее, температура у него в центре растет, 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 и в конце этого газов достигает величины порядка, там, ну, нескольких миллионов, десяти миллионов градусов, и, соответственно, значит, у вас в центре начинаются ядерные реакции, слияния ядер водорода в ядрогеле, звезда как-то эволюционирует до тех пор, пока весь водород не выгорит, у нее в результате образуется, звезда становится химически неоднородной, если изначально она состояла из смеси химически однородного газа, ну, для Вселенной характерна такая, для межзвездного газа такой химсостав, это 70% водорода, ну, условно, не гонясь, так сказать, там, 72, неважно, 7% водорода, 25-28% гели, а 2-3% оставшихся, это все приходится на все остальные элементы таблицы Менделея, из которых наиболее обильные это углерод, азот, кислород, железо, ну, и так далее, и так далее. Значит, так вот, получается, что у вас в результате, когда у вас сгорит водород, звезда становится химически неоднородной, внешняя оболочка ее по-прежнему химически однородная, а внутри водорода больше нет, осталось гелевое ядро, ядро состоящее из гелия. Там же есть тяжелые элементы, ну, химики называют, вернее, астрофизики называют тяжелыми элементами, и все, что тяжелее гелия, даже литий. Вот, они, так сказать, там, про них я, когда буду говорить, гелевое ядро, подразумевается, что они-то там тоже осталось, с ними вообще ничего, как бы, не перезашло. Хотя, это, ну, не совсем так, но, деталей вот давать сейчас не будет. Значит, итак, центральная область должна шиматься, шиматься, когда выгорит водород, в конечном счете загорится гелий, а вот сама звезда, как я уже говорил, внешние ее слои начинают раздуваться, при расширении газ охлаждается, поверхностная температура падает, ну, если это доза наше солнце, желтенькая, 6000 температура, на поверхности, то будет звезда раздутая, в несколько раз, примерно в десяток раз, раз больше, это будет звезда гигант. Ну, и поскольку она более холодная, соответственно, значит, будет красный гигант, вот таким образом, жизненный путь нашего Солнца, вот на этой картинке завершается тем, что будет у нас Солнце красный гигант. Что будет дальше, вот тут я поставил знаки вопроса, ну, и поговорим об этом чуть-чуть похоже. Вот, тот факт, что в звездах происходит ядерное превращение, структура их перестраивается, из-за того, что они становятся химически неоднородными и так далее. Значит, это приводит к тому, что звезда как-то меняет и свою светимость, то есть мощность излучения, и свою температуру поверхностных слоев, то, что называется эффективная температура. Ну, и вот, оказывается, что есть стадии жизни, на которых звезды проводят больше всего. Например, наше Солнце основную часть своей всей жизни проводит на стадии, когда у него в центре горит квадрат. Значит, и что это значит? Ну, представьте себе, что каждый из вас занимается какими-то длинными деньгами. Спит, чистит зубы, идёт там работу, в школу, что-то ещё делает, да, ест, да, и тому подобное. Вот теперь представьте себе, что, как бы, ну, условно. Значит, работаете вы там пять минут, а спите восемь часов. Значит, ну, а дальше, так сказать, танцуете, я не знаю, пляжете, чего угодно делать. Вот если случайно, совершенно случайно вырвать на светварь в моменты жизни, то, очевидно, вероятность оставить вас в спящем состоянии будет гораздо больше, чем вероятность работающим, если вы работаете пять лет. То есть, грубо говоря, вероятность, если вы, вот, много людей случайно, так вот, проверите, совершенно случайно на моменты времени, по всему земному шару, где-то, так сказать, денег вообще всякий меняется, одномоментно, то получится отношение людей, которые спят, которые едят, которые работают и так далее, будет пропорционально времени, которое они проводят, вот, за тем или иным занятием. Это понятно? Значит, соответственно, если взять и все звезды, которые мы наблюдаем, нанести на диаграмму светимость и поверхностную температуру, то, оказывается, все звезды не будут разбросаны хаотично по этой диаграмме, а образуют совершенно четкие вот такие вот последовательности. Вот такую полоску, последовательные звезды, которые называют главной последовательностью, поскольку 80% звезд на них лежат, ну и мы догадываемся, ой, ну, в качестве 90, мы догадываемся, что это связано с тем, что, очевидно, это стадия, когда звезды сжигают водород в своем центре. Водород – самый обильный элемент, значит, и он выгорает, поэтому дольше всего, ну, соответственно, мы имеем вот такую вот ситуацию. Значит, вот эти стадии – это когда выгорают более тяжелые элементы, и там звезды проводят меньшую свою часть жизни, и их там меньше. Значит, тело излучает. За счет чего оно излучается с такой-то мощностью? Ну, либо за счет того, что оно горячее, либо за счет того, что оно холодное, но зато имеет ужасно большую поверхность. Значит, поэтому ясно, что светимость и температура поверхностных слоев, они просто однозначно позволяют вам найти размер поверхности, то есть радиус звезды. Поэтому вот на этой вот картинке можно нарисовать радиусы на диаграмме светимость эффективной температуры, можно нарисовать линии одинакового радиуса. Вот здесь вот через наше Солнце проходит один радиус, десять радиусов Солнца, тут сто, а вот там тысяча, а вот здесь, наоборот, там одна тысячная. Значит, соответственно, дальше, как известно, если взять кусок металла и начать его нагревать, чем он будет горячее, вот по мере нагревания там, в газовой плите, то его цвет будет становиться от темно-вишневого, потом до красного, потом желтоватого, потом белого-голубоватого, но дальше металл уже потечен. Значит, и поэтому ясно, что цвет звезды говорит о температуре их поверхностных слоев, глубже мы все равно не видим. И поэтому, так сказать, отсюда понятно название астрономическое. Вот это вот, белые гарлики, они белого цвета и маленькие, а вон то, вон красные гиганты, а вон то, ну, красные, но уже сверхгиганты, ну, ужасно очень большие. Вот, такова, так сказать, такова номенклатура, такова происхождение названия. И астрономы, вообще говоря, должны объяснить, были, почему звезды, такой-то процент звезд мы наблюдаем на такой стадии эволюции, другой на такой и тому подобное. То есть объяснить то, что называется диаграмма по геркум-дерезе. Значит, дальше идут, в общем, понятные вещи. Чем массивнее звезда, тем больше температура должна быть в ее центре, силу тикотения больше, сильнее сжимания, все понятно. Ну, тем интенсивнее протекает ядерная реакция, значит, и, соответственно, должно протекать жарие между периодами смены ядерного топлива. Это тоже интуитивно понятно. Значит, и у звезды, соответственно, должна быть быстрее светимость. Ну, а дальше, такой менее очевидный вывод, быстрее должно кончаться ядерное топливо. Значит, аналогия. Значит, у вас есть бассейн, два бассейна, совершенно одинакового объема, у одного некая щелочка, вызванная тем, что рассобся, да ладно, а у другого труба. Значит, и вода выливается через то или другое. Какой быстрее впустить? Ну, очевидно, тот, который, значит, вот у вас быстрее, из которого выливается вода. Но светимость, это есть, так сказать, потери энергии в окружающем пространстве. Значит, чем больше светимость, тем быстрее у вас должно расходоваться ядерное топливо. Значит, и, соответственно, это означает, отсюда вот получается, что чем массивнее звезда, тем меньше вообще вся ее жизнь. На всех этапах. И на этапах выгорания того или иного вида ядерного топлива, и на этапах вот этого сжатия между, так сказать, пересменкой топлива. Вот, время жизни нашего Солнца, от рождения до полной гибели, что называется, но на самом деле мы поймем. До чего? Начинают 12 поляргий. Звезд с массой, 100 масс Солнца, всего 3 миллиона лет. То есть, вот, если мы видим какую-нибудь звезду, вот сейчас я покажу какой-то пример, где 3 миллиона, где у вас звезда 100 масс Солнца, то она родилась 3 миллиона лет назад, когда там всякие гоминиды, вот, так сказать, уже входили по земле, она родилась. А если брать звезды наоборот, с массой, скажем, одна десятая масса Солнца, то ее время жизни 100 миллиардов лет. То есть, больше возраста Вселенной. То есть, если какая-то звезда родилась, когда наша Вселенная родилась, сразу после, то она и сейчас лениво-лениво-лениво сжигает свое ядерное топливо и, как бы, так сказать, вот сидит себе на своей главной последовательности и будет сидеть еще долго, 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 что такое? Это все видение. В конце 19 века был обнаружен у Сириуса, самой яркой звезды нашего неба, спутник. Слабенький, слабенький спутник. Вот здесь вот написано. Спутник, значит, называется Сириус Б. И оказалось, что он очень горячий, то есть, он белый действительно, и при этом излучает очень мало. А раз он очень горячий, излучает очень мало, по сравнению вот с этой историей, это значит, что его размеры очень маленькие. Вот когда количество это так их промерили, то оказалось, что средняя плотность, ну, определили тем самым радиусом спутника, оказалось, что плотность должна быть средней, порядка тонны в кубическом сантиметре. Ну, классический пример, что вот напёрсток этого вещества весил одну тонну кубический сантиметр. Значит, совершенно необычный объект. Оказалось, что при такой колоссальной плотности газ ведёт себя уже не так, как приписывают классические законы. То есть, классические законы Бойли Мариота, ну, или там, Лайперона Менделеева, они уже перестают работать. У меня нет возможности, естественно, про это говорить, рассказывать подробно. Это отдельная тема, длинная. Ну, вот что существует. Значит, как раз это всё было обнаружено в 10-х, 20-х годах 20-го века, и как раз тогда же создавалась плантовая механика. И тогда же, то есть, было выяснено, что газ, вот при таких совершенных плотностях, а точнее, газ электронов, приобретает экзотические свойства, так называемые, становятся вырожденным. То есть, приобретает ряд плантовых светов. Так вот, в 1941 году Ландау и Чендерасикар, независимо друг от друга, показали, что белые карлики, вот такие звёзды с такой высокой средней плотностью, не могут иметь массу больше примерно 1,4 массы Солнца. Прошёл десяток, двадцатых лет, и выяснилось следующее, что белые карлики, на самом деле, превращаются звёзды, которые на главной последовательности имели массу до 8 массов. то же наше Солнце превратится, в конце концов, в белые карлики. Это понятно. Мы уже с вами говорили, вот, по мере перехода на разные виды топлива центральной области становятся всё более горячими, всё более плотными, плотными, ну, там, глядишь, вот эта плотность, это растёт, до чего нужно. Значит, масса нашего Солнца единица по определению, солнечных единиц, ну, вот, оно, в конце концов, превратится в белые карлики. Значит, и это всё понятно, но как же быть, так сказать, со звёздами, которые имеют массу больше вот этого предела, который называется предел Чендерсикара, примерно полторы массы Солнца. Как они могут превращаться? Это означает, что звёзды в ходе своей эволюции должны сбрасывать массу, должны худеть. вот, мы как-то так с вами и подходим к теме нашей эволюции. А, надо сказать, что и сам Сириус намекает нам, вот, на то, что звёзды в течение своей жизни худеют. Причём, обратите внимание, значит, звезда 8 масс Солнца, а масса, она может видеть не более 1,4 массы Солнца. То есть, это, вот, это похудеение, понимаете, да? Настоящее. Это нам не 100 грамм патери. Значит, и, короче, говоря, получается следующее. Сириус. Значит, раз это Сириус, спутник А, та звезда, которую мы видим, звезда главной последовательности, она имеет массу примерно около 2 масс Солнца. Белый Карлик, раз это Белый Карлик, имеет массу заведомо меньше 1,4. Ну, на самом деле, где-то около 0,8 масс Солнца, как показали измерения. Но, погодите, Белый Карлик, это конечный продукт эволюции. То есть, та звезда, из которой этот Белый Карлик образовался, она уже прожила всю свою жизнь. Ну, как же так? Она же менее массивна. Мы только что с вами выяснили, что быстрее живут звезды, которые имеют более высокую массу. парадокс. Значит, получается, что, так сказать, даже сам вот пример этого Сириуса показывает нам, что вообще, говорят, звезды как-то должны худеть. И действительно, мы сейчас потом с вами, в конце концов, увидим, как решается парадокс. Теперь мы с вами должны будем поговорить о том, как же худеют звезды. Значит, ну вот давайте поговорим про наше Солнце, поскольку оно самое ближайшее, и, соответственно, значит, вот про него известность. Значит так, Солнце в центре самой высокой температуры, там идут реакции термоэтерового синтеза. Из четырех ядер водорода, которые сливаются друг к другу, образуется ядро гелия, выделяется тепло. Это тепло вначале переносится излучением, потом во внешних слоях газ становится сильно непрозрачным, и уже конвекция помогает излучению переносить тепло и заодно перемешивать вещество. И так вот устроено наше Солнце. Ну, в соответствии с тем, что мы с вами сказали, значит, температура Солнца по радиусу должна падать. Тут примерно там 15 миллионов градусов в центре до 6000 на поверхности. Вот она и падает. Но во время затмения совершенно четко, когда Луна закрывает дикт, Луны закрывает Солнце, совершенно четко видна так называемая солнечная корона. Солнечная корона, как выяснилось, это область газа с температурой около полутора миллионов градусов. То есть температура на Солнце падает до такой величины, а потом начинает вот так вот расти до величины где-то там полтора-два миллиона градусов. Такая вот любопытная дикта. С чего будет? Вот, давайте поговорим с чего. Значит, оказывается следующее. Оказывается, вот эта вот область поверхностная, в которой тепло переносится конвекцией, то есть хаотическим таким турблентным движением газа, как любое хаотическое движение газа, оно генерирует звуковые волны. Акустические, точнее говоря. Звук – это то, что мы слышим. А есть же еще другие чистые, потому что акустические. Но я буду говорить звуковые как синонимы, хотя вообще говоря неправильно. Так вот, генерирует звуковые волны. Ну, действительно, вот когда у вас турбина самолета ревет, это что такое? Это у вас вылетает из турбины самолета газ, который вот хаотически вот так вот закручен, с ним вот такая вот хаотическая трублентная движение газа, и вот колебания от этого распространились по окружающей атмосфере, мы это воспринимаем как реветтурбины. Эти звуковые волны, они же несут энергию, как любая волна. Они несут энергию, и те волны, которые поднимаются вверх, распространяются наружу, они, в конце концов, где-то затухают. И затухают они в самых поверхностных разреженных слоях. Там, где излучение уже греть не может, поскольку газ для излучения прозрачен, там, где конвекция уже не работает, потому что плотность очень низкая, но они там затухают и вызывают подъем температуры газа наружу. В результате температура на Солнце падает-падает, достигает некого минимума в районе примерно четырех с половиной тысяч градусов, а потом начинает опять расти вверх. Вот за счет того, что нагревается как раз она вот этими звуковыми волны. На самом деле, не только звуковыми волны. На самом деле, поскольку на Солнце есть магнитные поля, причем очень мощные, до нескольких килогаус напряженности, на Солнце возникают и еще магнито-звуковые волны, альвеновские волны, то есть волны, связанные с магнитным полем, они тоже распространяются, тоже переносят энергию. Те, которые идут внутрь, и тоже затухают, и тоже греют, но там ерунда, там излучение изнутри привносит, или конвекция, приносит гораздо больше тепла, и это эффект мизерный. Но тут у вас очень разреженные слои, и поэтому достаточно немного тепла, чтобы поднять, чтобы их температуру вырослочить. В результате вот температура и растет. Кроме того, там происходят вспышки так называемые солнечные, своего рода магнитные взрывы, в результате которых выделяется тепло, они тоже греют вот эту самую колонну. И вот температура растет, растет. А что это она растет? У нас до двух миллионов градусов. А чего не до ста тысяч? Или, скажем, до ста миллионов, или до миллиарда, и так далее. Оказывается, это связано вот с чем. На самом деле, у вас, когда вы говорите, что молекулы движутся, и средняя генетическая энергия равна, так сказать, температуру умножить на некую постоянную, то есть, МВ квадрат пополам, средняя генетическая энергия движения равна 3,2 КТ для продвинутых людей. Значит, на самом деле, это, так сказать, именно средняя генетическая энергия. На самом деле, в газе молекулы движут, распределены по скоростям. Есть медленные движущиеся молекулы, есть, наоборот, которые движутся с очень большой скоростью, а вот, которая В, которая МВ квадрат пополам, это некая средняя величина. Так вот, если мы нарисуем распределение молекул по скоростям в газе, то это будет вот некий такой пик, скорость от нуля от очень большой величины, и вот тут вот такой пик, ну вот это вот средняя энергия. И вот, когда температура у вас поднимается до величины около двух миллионов градусов, вот это распределение называется Максвеллское Максвеллское распределение молекул атомов по скоростям, то, как говорят физики, в хвосте Максвеллского распределения — ни в коем случае мы в хвосте Максвеллского С массива целостного распределения у вас достаточное количество оказывается молекул, которые имеют скорость больше, чем вторая космическая скорость. То есть скорость достаточная для того, чтобы преодолеть силу тикотения и улететь. И эти молекулы начинают улетать. Чем выше температура, тем больше оказывается этих молекул со скоростью больше второй космической. И наконец температура становится такой, когда у вас начинается очень много, и эти молекулы, улетающие, покидают вашу корону и начинают просто охлаждать газ. И температура не может подняться выше вот этой вот величины, при которой наступает вот это охлаждение. Точно так же. На какой газовой горелке, очень сильной, или на костре вы не греете чайник с водой, его температура, пока не выкипет вода, не поднимется выше 100 градусов. Понятно, да? Значит, вот вы дойдете до 100 градусов, если у вас мощный нагрев, то вы быстро дойдете до 100 градусов. Если медленный, то медленно дойдете. Но дальше, пока вода не выкипет, улетающие молекулы, вот эти быстрые молекулы, они будут охлаждать. Раз быстрые молекулы уходят, значит, средняя кинетическая энергия падает, ну, соответственно, значит, остывает газ. Значит, вот таким образом. Вот. Значит, таким образом получается, что, улетая от Солнца, вот эти вот частицы из короны образуют так называемый солнечный ветер. Поток горячего иеризованного газа, летящего от Солнца. Это то, что я вам рассказал, как вы понимаете, я рассказал на пальце. То есть, суть дела. Основы теории солнечного ветра были заложены американскими астрофизиками Баркером в середине 20 века. Потом, значит, вот с помощью космических аппаратов, из которых вот первыми были наш, Луна-2 в 59-м году, а позднее, значит, Марина-2 американский. И они просто промерили параметры вот этого движущегося межпланетного газа. Ну, и оказалось, что в районе Земли, этот газ, конечно, иеризован, значит, имеет температуру где-то там около сотни тысяч градусов. Он уже остыл, так сказать, улетая от короны расширяется. То есть, плотность имеет порядка 10 частиц кубических сантиметров. Я напомню вам, что в воздухе при нормальном условии 10 в 19 степени частиц. Ну, поэтому 10 частиц кубических сантиметров – это вообще ничего. Скорость его примерно около 500 километров в секунду. Посмотрите, эта скорость примерно такая же, как вторая космическая скорость улета с поверхности Солнца. Значит, еще раз. Берете камень, покидываете его вверх. Сейчас я что-нибудь кину. Бутылочка специально на пианино стоит. Попов ее бросал в прошлый раз. Чем на пособие. Значит, если я кину с маленькой скоростью, она подлетит на небольшую высоту. Если я кину с большей скоростью, подлетит выше. Если я ее кину со скоростью 11-2 километра в секунду, она улетит навечно. Навсегда. Это то, что называется вторая космическая скорость. Чем тело более сильной гравитации обладает, тем, естественно, больше должна быть вторая космическая скорость. На поверхности. На Земле это 11-2 километра в секунду. На Солнце 600 километров в секунду. Вот мы видим, что скорость вот этого солнечного ветра где-то 500 километров в секунду. Значит, дальше вы легко сообразите, что если у вас есть другая звезда типа нашего Солнца, у которой гравитация послабше, то скорость ветра от нее должна быть послабее. А если наоборот сильнее, так сказать, гравитация, то скорость такого ветра истечения должна быть больше. Это вам пригодится на будущее. Опять и включаю следующее. Солнце за счет вот этого солнечного ветра теряет массу. Но потери массы эти совершенно ничтожные. 3 на 10 минус 14 солнечной массы в год. Значит, ну, чтобы худеть на 10%, как вы видите, там вам нужно что-нибудь 10 в 13 степени лет. То есть это больше возраста Вселенной. Поэтому с эволюционной точки зрения, вот этот худение, но это все равно, как если бы я хвастался тем, что вот за лето я резко похудел, скажем, на 10 миллиграмм. Значит, за время жизни на все главные последствия 10-10 лет это одна сотая доля процента. То есть это вообще ничего. Более того, ведь Солнце излучает энергию, излучает фотоны, свет, а, так сказать, по закону Эйнштейна, Е равно МЦ квадрат, значит, она, соответственно, эти фотоны вносит и массу. Так вот Солнце за счет излучения худеет, так сказать, в 3 раза более, в 2-3 раза более интенсивно, чем вот за счет Солнечного ветра. Так что похудение Солнца, можно было бы сказать, это вообще ерунда, и вообще-то про это не упоминать, если не некие вещи. Надо сказать, что про существование Солнечного ветра догадывались достаточно давно. Но в конце XIX века, видя, что в кометы, когда летят, у них хвост всегда направлен от Солнца, ну, в большинстве случаев, была высказана идея о том, что это связано с давлением света на полевые частицы в кометных хвостах, но потом расчеты показали, что давление Солнечного излучения недостаточно для того, чтобы объяснить наблюдаемые эфиры. И тогда, в 40-х годах, была высказана идея, что от Солнца дуют потоки вот такой вот плазмы, и эти потоки как раз с кометы сдувают. То есть тот факт, что дует от Солнца ветер, об этом догадывает. Ну а теперь, значит, вот замечательная совершенно картинка, мне она у вас очень нравится. Это запущены два спутника, стерео. Они летают вокруг Солнца и снимают, так сказать, окружающую действительность. И вот здесь сделан мультик следующего содержания. Ну поскольку они летят в биржу-парбитии вокруг Солнца, то не удивляйтесь тому, что Солнце вот здесь справа, вот здесь вот наша Земля, а Меркурий оказался дальше от Солнца. Ну это просто эффект проекции. С такого угла снимаем. Так вот совершенно видно, вот комета Эльфи, вот ее хвост, вот он этот самый ветер, дергается, вот трясется. Значит, вот комета Айсон открыта, значит, открыта. Тоже видно, как у нее, значит, хвостик дергается. Значит, видно, что вот что-то постоянно дует, вот видите, какие-то потоки идут от Солнца, вот этого самого Солнечного ветра. Значит, оттуда хорошо видно, что Солнечный ветер дует порывами, если так можно сказать, значит, он неоднородный, когда-то больше, когда-то меньше. Вот, если теперь посмотреть, что с этим ветром бывает, когда он сталкивается с нашей Землей, то мы видим вот такую, наверное, всем известную картинку. Наша Земля имеет свое собственное магнитное поле, которое очень похоже на поле обычного магнита полосового. Значит, и вот этот Солнечный ветер, стоящий из ионизованного газа, то есть из заряженных частиц, налетая на магнитное поле, значит, с ней взаимодействует. Вот он ее вот так вот обтекает, и вот из-за того, что этот ветер дует порывами, вот тут вот такая вот очень хитрая картина обтекания плазмы Солнечного ветра, земной магнитосферы видна. Значит, а вот обратите внимание вот на это, что вот здесь, вот сюда, часть вещества Солнечного ветра проваливается в район магнитных полюсов. Ну, магнитные полюса почти совпадают с географическими, ну, в первом приближении. Значит, и это значит, что это должно быть в районе Северного и Южного полюсов частицы Солнечного ветра влетают в земную атмосферу. К чему это приводит? Ну, это, наверное, все вы хорошо знаете. Это приводит вот к чему. Приводит к совершенно замечательному полярному сиянию. Безумно интересная эта тема отдельного рассказа. Значит, ну вот, что тут скажешь. Значит, а вот вид из космоса на полярные сияния Земли. Это СНКС. Тут из космонавта снял, вот какая-то запчасть от станции попала в объектив. Вот как, вот видите, вот этот полюс, вот этот хорошо кружочек видит. Полярные сияния, как у вас влетают частицы. Значит, ну и вот они вот в околополярных областях образуются такие виды. Но, оказывается, ряд планет Солнечной системы тоже обладает магнитными пульсами. И вот вам, пожалуйста, полярное сияние на Сатурне. Такое же есть, это с космического телескопа приснято. Значит, а может, нет, 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 это уже прямо с космического аппарата Кассини. С Хаббла тоже снято, но тут очень четко сияние, вот видите, вот это тоже полярное кольцо. На Юпитере такие картинки есть, но вот на Сатурне мне понравилось больше всего, я вам показываю. Значит, но, раз у вас есть магнитное поле, то это магнитное поле, у Солнца, то это магнитное поле взаимодействует с Солнечным ветром. И, оказывается, Солнечный ветер, значит, тащит за собой силовые линии магнитного поля. С другой стороны, эти силовые линии выходят из Солнца, которое вращается вокруг оси. И тогда эти силовые линии закручиваются, и за собой закручивают плазму. И вот поэтому эта самая плазма, оказывается, Солнечного ветра, она не радиально во все стороны распространяет, а вот в виде вот такой вот расширяющейся спирали. Значит, мы видели с вами полярное сияние. Они, ну, вроде красивые и все прочее, но на самом деле, так сказать, когда на Солнце происходит мощная вспышка, и вот такой мощный парадис солнечного ветра летит к нам, то, вторгаясь в земную атмосферу, эти самые частицы приводят к очень сильным изменениям. Они меняют магнитное поле Земли заметным образом. Значит, и возникают токи, нарушаются радиосвязь, могут даже возникать перебои с электричеством в полярных особенно районах, Ну, естественно, со спутниками проблема, значит, потому что у них там может нарушиться связь, может быть, так сказать, испорчена аппаратура и так далее. Особенно, так сказать, это опасно для космических, ну, для пилотируемых полетов, когда люди находятся и когда они могут получить дозу радиации. Значит, поэтому существует служба космической погоды, запущено много спутников, вот здесь они на этой картинке показаны, вот в какой-то момент, какой-то пилот выбран, значит, и показано, как они вот сейчас, в данный момент, на орбите, и вот как они монетарируют пространство, где-то здесь два спутника стерео, вот с такими синими карабазовчиками, один здесь, а где второй, я не знаю, а, это стерео Б, а стерео А красненький, а, вот, вот они, два спутника, эти самые стерео, о которых я говорил, и вот оттуда информация. Смотрите внимательно на эту картинку. То, что, так сказать, ветер закручен, означает следующее, что бедному Солнцу приходится вращать области, которые находятся очень-очень далеко. Значит, ну дальше вспомните ту самую фигуризму. Вот она вращается, бедолага вот так стоит, вращается очень быстро, а потом вот так вот руки разводят, угловой, у нее момент инерции увеличивается, она начинает тормозить. Значит, вот тот факт, что у вас есть вот такой вот солнечный ветер, который у вас нагружает, так сказать, силовые линии вдали, он приводит к тому, что Солнце тормозится. И вращение Солнца, оказывается, вот за последние 5 миллиардов лет упало примерно в 3 раза. А это, то есть Солнце вращалось, грубо говоря, в 3 раза быстрее 5 миллиардов лет назад. А это значит, что у вас активность на Солнце 5 миллиардов лет назад была гораздо выше. Чем быстрее вращается звезда, тем быстрее генерятся мобильные поля, тем больше вспышек происходит и так далее. Вот у нашего Солнца, которое имело возраст, ну, каких-нибудь там 10 миллионов лет, у него солнечные вспышки в среднем происходили в 100 раз чаще, чем сейчас, и их средняя мощность была в 100 раз больше, чем сейчас, у средней вспышки. То есть Земля, ну, тогда еще не было Земли, но окружающее пространство отвергалось жуткой совершенно бомбардировке, в том числе, кстати говоря, и быстрыми нейтронами, которые возникают при солнечной вспышке. Так что вот, вроде как, солнечный ветер это ерунда, а вот водичный тык, так сказать, оказывается для нас существенным. Он оказывается для нас, для жизни на Земле, существенную роль играет. Если мы рассмотрим ту стадию жизни звезд, когда у них в центре выгорает подород, то в нашем Солнце центральная область, в нем тепло переносит излучение, и есть инъективная зона. Значит, если идти к звездам в меньшей массе, то у них лучистые, так называемые, гидро становится все меньше и меньше, а инъективная зона больше. Ну, тогда легко спрогнозировать, легко понять, что вот у этих звезд, где есть поверхностно-конъективная зона, которая рождает эти акустические колебания и так далее, у них должен существовать тоже ветер наподобие Солнечного, они тоже должны худеть, и вот этот эффект должен быть ерундовский с точки зрения потери массы, но вот с точки зрения потери углового момента он должен быть существенным. Вот так же, так сказать, про них мы говорить особо больше и не будем, с ними все понятно. Что касается звезд более массивных, то тут получается наоборот. Примерно, когда для звезд массы около полутора масс Солнца, вот эта поверхностная зона пропадает полностью, конъективная, значит, и внешние области становятся лучистыми, то есть там перенос происходит излучением, но зато в центре появляется конъективная зона. И вот чем больше у вас масса звезды, на главную последовательность, тем у вас больше размер конъективного вида. Но раз здесь нет поверхности конъективной зоны, то существование такого ветра, как типа Солнечного, у этих звезд подозревать нельзя. Но все-таки они массу теряют. Об этом мы поговорим. Придется сказать несколько слов о камеру астрофизе. Излучение, родившись в центре звезды, в виде какого-то гамма-кванта энергичного, значит, пролетев там в долю миллиметра, наталкивается на соседний атом, который его поглощает, потом переизлучает, при этом у него часть энергии отъедает, значит, квант как бы, так сказать, становится похудевшим, потом он излучается в другую сторону, потом в другую, короче говоря, как пьяный в лесу, значит, этот квант блуждает, 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 но в конце концов, так сказать, выходит на поверхность. При этом он все время, при каждом взаимодействии, чуть-чуть, так сказать, теряет свою энергию, и, родившись гамма-кванта, он превращается в квант, ну, видимого света, а потом уже, так сказать, слои внешние такие прозрачные, что этот квант насквозь все пролетает и долетает до нас с вами. То есть, естественно, испытав столько столкновений, этот квант вообще совершенно не помнит, кем он родился, когда родился, поэтому, так сказать, вот, оптическое излучение от звезд не несет никакой информации о том, непосредственно, что называется, о том, что происходит в центре. Квант, путешествуя, значит, вот так долго уже все забыло. Значит, тогда приходит, так сказать, во внешних самых слоях и круглопрозрачные для излучения. Значит, да, действительно, эти внешние слои прозрачны для излучения, но везде, кроме частот или длин, волн, соответствующих переходам между энергетическими уровнями наиболее распространенных элементов. Если мы говорим сейчас о массивных звездах, горячих звездах, то водород и гелий во внешних слоях полностью ионизованы, а вот элементы углерод, кислород, азот из наиболее обильных, там, железа и так далее, значит, у них есть линии поглощения, то есть, есть частоты, на которых они поглощаются. Очень интенсивно. Давайте вот об этом чуть попроще. Погробнее. Значит, итак, вот представим себе атом, ну, для простоты, там, один электрон нарисован, значит, и этот атом, вот сидит себе на самой нижней орбите, где в возмущенном состоянии, и сидел по себе вечно, но тут вдруг прилетает кванк. Значит, этот кванк поглощается и перебрасывает, если он, его энергия такая, какова разность орбиты электрона на эту энергию, он его перебрасывает вот на эту орбиту. При этом, как вы догадываетесь, так сказать, кванк толкает атом. То есть, атом, как бы, получает импорт в направлении вот этого прилета к кванк. Прожив там 10 минус 8 секунды, ну, одну 100 миллионовую секунду, значит, в возбужденном состоянии атом спонтанно приходит сюда, то есть, электрон перепрыгивает назад. Существенно то, что при этом он, естественно, излишнюю энергию сбрасывает в виде кванта, который может полететь в любом направлении. Вот он, допустим, полетел вот сюда, предположим, он полетел вот сюда, при этом, так сказать, как ружье, когда стреляет, дает отдачу. Значит, соответственно, атом получил толчок вот в эту сторону. Но кванк может быть излучен сюда, может быть, излучен сюда, поэтому при поглощении он испытывает толчок в эту сторону, а при излучении это может быть любая сторона. Ну, теперь, если мы возьмем какой-нибудь объемчик газа, и вот у вас великий поток квантов, то вот эти кванты, этот объемчик газа, толкают в эту сторону в объем, а те, которые излучаются, из-за того, что в разные стороны равновероятно, им курс отдачи равен нулю. Значит, соответственно, результат облучения такого, это и есть то, что у вас вот те атомы, которые поглощают, они будут испытывать световое давление. Но, сталкиваясь с другими атомами, которые не поглощают, они будут их толкать тоже в этом направлении. И, допустим, если у вас какой-нибудь углерод там, характерный, поглощает что-нибудь, то этот углерод все равно будет толкать окружающие атомы и ионы водорода и других элементов, и все равно увлекать за собой. Вот такой механизм лучевого давления, который приводит на самом деле к тому, что у вас внешние оболочки горячих звезд тоже начинают истинуться. Особенность заключается в том, что светимость звезд, главную последовательность, мы сейчас про них говорим, сильно зависит от массы. Вот звезда в 5 раз менее массивная, чем наше Солнце, она в 200 раз менее интенсивно излучает. А звезда в 100 масс Солнца, она излучает в миллион раз более. И вот это вот излучение у массивных звезд в верхней части главной последовательности, там светимость такая большая, что вот это давление на внешние слои оказывается очень велико, и оболочка начинает истекать. Начинает истекать, и у вас тоже образуется, ну, уже не солнечный, уже образуется звездный ветер. Вот механизм потери массы в верхней части звезд главной последовательности. Вот тут я нарисовал некие картинки, я не буду в эти детали вдаваться, значит, я просто хочу сказать, что вот наличие такой оболочки, оно имеет наблюдательные следствия. И эти наблюдательные вещи, говорящие о том, что у изгорячих звезд происходит истечение, они были обнаружены еще в начале 20-го века. То есть это как бы наблюдательный фонд. Поскольку в этом случае у этих звезд силы тяготения больше, поэтому для нас неудивительно, что скорость истечения уже тысячи, порядка тысячи километров в секунду, а темп потери массы оказывается в 100 миллионов раз больше, чем у нашего Солнца. То есть 10, порядка 10-6 масс Солнца в год. Но если учесть, что звезды живут на этой части последовательности порядка миллиона лет, порядка 10 в 6 лет, несколько единиц на 10 в 6, то оказывается, что за время даже жизни на главной последовательности вот те массивные звезды теряют до 50% свою массу. Вот это уже похудение. Это уже, что называется, серьезно. Вот если у вас рядом что оказывается несколько горячих звезд, как вот, например, в случае так называемых звезд тропейца и Ориона, это вот созвездие Ориона, вот его меч, вот тут туманность, вот это вот снимок этой туманности в оптическом диапазоне, а в инфракрасном, это еще лучше видно. Вот здесь вот эти яркие звезды, они достаточно близки, и от каждой истекает вот такой ветер, и вот эти сталкивающиеся звездные ветра от этих звезд, значит, поражают мощную ударную волну, газ нагревается, рентгеновское излучение, которое регистрируется. Но еще больше, конечно, рентгеновское излучение будет в том случае, если рядом с такой горячей звездой находится какой-нибудь белый карлик, то есть это двойная система, белый карлик или нейтронная звезда. Тогда она своим тикотением не просто захватывает газ, заставляя его падать на поверхность, но еще дополнительно разгоняет, и когда этот газ врезается в поверхность, то тогда у вас получаются температуры под сотни миллионов градусов. Такие объекты действительно аналогов. Так что наличие звездного ветра нет, в общем, хорошо установленный факт. Значит, вот что важно. Интенсивный звездный ветер начинается у массивных звезд еще до того, как в их центре начнутся ядерные реакции, то есть еще в процессе сжатия облака в звезду. И наличие звездного ветра, то есть истекающих потоков, приведет к тому, что не все вещество облака в эту звезду, которое изначально собиралось в нее сформироваться, будет сформировано. Часть его будет сброшена. По-видимому, это механизм, который ограничивает массу звезд, величиной где-то около 150 массов. Сейчас нет ни одного достоверного факта наличия звезд с массой больше примерно 150 масс Солнца. Нет более массивных звезд. Есть косвенные всякие вещи там и так далее, но прямых доказательств, что есть звезды, скажем, с массой 500 масс Солнца, существуют такие звезды, их нет. Вот, возможно, это связано с теми из-за вот этого звездного ветра, который сдувает на самых ранних стадиях вот части облака и не позволяя везде накопить всю массу облака, которая, так сказать, была бы, там, скажем, 500-1000 масс Солнца или что-то вроде так. Но более того, эти звезды, если они массивные рождаются, там, несколько десятков масс Солнца, они своим ветром, если их еще особенно много, сразу рождается их, они своим ветром вообще выдувают весь газ и вообще не дают сформироваться всем остальным звездам. Ну, вот тут совершенно четко видно, как вот образовавшиеся молодые звезды, вот изначально здоровое газовое облако, они в нем такую здоровую каверну вот такую создали. Они тормозят звезами. Правда? С другой стороны, если у вас есть какая-то горячая звезда вот здесь, а вот здесь есть облачко такое, которое находится в равновесии между силой тикотения и газовым давлением, то если от него идет звездный ветер, он это облачко может поджать немножко, если он не очень сильный, и тогда как бы подтолкнуть его к сжатию, и облачко начнет сжиматься. То есть звездный ветер в отдельных случаях может наоборот стимулировать звезда проживания, рождение звезд. Так вот такой процесс очень хитрый и сложный. И так происходит и по-другому. Ну, а что теперь с звездными разными массами после того, как они покидали в главную последовательность? Ну вот, начнем со звезд с массой меньше примерно там 10-ти массонов, ну там 8-ти, и меньше. Вот мы с вами уже говорили, что после того, как водород в центральных областях этих звезд превратился в гелий, эти области начинают сжиматься, а вот внешние, наоборот, раздуваются и становится все холоднее, звезда превращается в красный гигант. Ну и когда вот температура достигает в центре величины порядка 200 миллионов градусов, начинает гореть гелий. То есть вот Куломовский подъех, уже арфи-частицы могут преодолеть и начинают сливаться, и три арфи-частицы образуют ядро углеродное. То есть начинает в центре формироваться углеродное ядро. Вот к этому моменту звезда увеличивает свой первоначальный радиус, который у него был на главной последовательности, примерно в десяток раз, ну и вот температура 2-3 тысячи градусов, звезда красная гигант. То есть вот, напомню, она состоится вот из такого гелевого ядра, а вокруг вот этого гелевого ядра у вас еще, когда еще гелий не загорелся, у вас еще есть вот тут вот водород, и температура достаточно высока, и водород вот так вот горит. Так что у вас образуется такая вот, как говорят, сферический слой, слоевой источник, с которым вот у вас горит водород. Этот вот слоевой источник ползет, по звезде потихоньку, полегонку, значит и масса вот этого гелевого ядра растет, 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 значит в какой-то момент гелий в центре загорелся, потом он загорелся, то все больше, больше мы объеме, и так далее. Вот так эволюционирует звезда. Звезды, про которые мы говорили. Так вот, характерная особенность красного гиганта заключается в том, что эти звезды становятся пульсационно неустойчивыми. Значит у вас есть равновесие между силой гравитации и силой газового давления, но это равновесие как бы неустойчивое. И звезда вокруг этого положения равновесия вот так вот пульсирует. Туда-сюда, туда-сюда. Значит колебания звезды генерируют, ну а что такое сжатие разрежения, значит, это изменение давления. А изменение давления передается в разные стороны в виде акустических колебаний, в виде звука. И вот колебания звезды генерируют эти самые акустические волны, которые распространяются наружу, затухают в этой самой оболочке и сообщают, подталкивают эту оболочку. И эта оболочка начинает течь, начинает истекать. И у вас образуется вот такой вот, так сказать, звездный ветер у красных гигантов, но поскольку тикотение там чудовищно маленькое, то, соответственно, и скорость там совершенно ничтожная, всего около 10 км в секунду. Вот красные гиганты истекают наружу, значит, имея страшно низкую плотность газа и скорость около 10 км в секунду. Но, так сказать, из-за того, что поверхность-то большая, темп потери массы оказывается порядка 10-7 масс Солнца в год. То есть, это примерно в 10 миллионов раз больше, чем у Солнца сейчас, на главной последовательности. Когда у вас гелий все-таки в центре загорится, у вас будет образовываться ядро углеродное, ну, на самом деле, там еще кислород будет раздаться, поэтому углеродно-кислородное ядро. Дальше у вас будет ополочка вот такая, где у вас горит водород и превращается в гелий, слоевой источник, о котором я говорил. Значит, а потом, когда у вас вот здесь уже весь гелий выгорит, но температура для загорания углеродно-кислородного ядра еще не будет достаточно большой, у вас гелий будет гореть вот здесь вот вокруг. То есть появятся два слоевых источника, гелевый и водородный. Значит, а в центре будет углеродная ядра. Вот оказывается, что при этом звезда еще больше распухает, достигает, ее радиус достигает сотен, порядка сотен радиусов звезды. Ну, вот тут вот нарисован, для примера, что звезда может разнуться вот так, вот для сравнения нарисована орбита Юпитера. Ну, это для более массивных звезды, чем наше. Солнце, а что касается нашего Солнца, то по-видимому, когда еще приедет примерно около 5 миллиардов лет, то радиус нашего Солнца раздуется до величины где-то между орбитой Венера и Земли. Но это нас не спасет, что фотосфера достигнет нашей поверности, потому что светильник будет такая высокая, что все просто сгорит и выгорит. Жизнь кончится. Ну, у нас, правда, 5 миллиардов лет, через год. И теперь смотрите, получается вот такой вот сверхгигант, вот такой получается сверхгигант, в центре которого сидит, накапливается такое углеродно-кислородное ядро с колоссальной плотностью, расчеты показывают, что плотность его где-то порядка вот той самой тонны в кубичеством сантиметра. И газ там так раз, так сказать, вот уже подвержен этим эффектом. Но если на поверхности белого карлика температура что-то около 10 тысяч градусов, то здесь это сотни миллионов градусов. То есть внутри красного гиганта и сверхгиганта возревает зародыш будущего белого карлика страшно горячий, но такой же уже плод. Эти звезды тоже пульсируют. И пульсации таких звезд порождают ветер, который изникает, ну понятно, из-за большего радиуса, уже с меньшей скоростью всего километров в секунду. Но текут, развлекаются они очень интенсивно, темп потери массы здесь получается еще в 10 раз больше, чем на стадии гиганта. При этом есть здесь еще один механизм для нас очень важный. неустойчивое горение гелия в слоевом источнике идет не стационарно, а в виде отдельных вспышек. Каждая вспышка мало того, что порождает такое резкое расширение, ударную волну, которая бежит вверх и подталкивает оболочку, приводит к сбросу части массы, но еще вдобавок, когда гелий горит, образуется углерод, и тут возникает конвекция, чтобы большой поток тепла отвести, и этот большой поток, вот этот поток конвекционный, он выносит вот этот углерод, ну и немножко кислорода, главным образом углерод, выносит в поверхностные слои, и ветер, вот этот обогащенный газ, обогащенный углеродом, уже потом вот истекает наружу. Ну и потом на тому, как у вас водяной пар вылетает, расширяясь из турбины, охлаждается, превращается в ледяные кристаллы, точно так же вот этот углеродный газ конденсируется в пыли. Вот так в оболочке расширяющихся красных сверхгигантов рождаются углеродные пылинки, и давление света на них их еще подталкивает, пылинки, сталкиваясь с газом, увлекаются собой газ, появляется дополнительный источник вот сброса вот этой самой оболочки, и она очень интенсивно истекает. вот пример такой звезды, которая находится на сайте красного гиганта, в котором уже начинает формироваться углеродное ядро, это звезда омикрон-кита, названная в свое время мирой, что означает слово удивительное. В период пульсации у таких звезд порядка 100 суток. Радиус может меняться в несколько раз, а амплитуда светимость при этом тоже меняется в несколько раз, но поскольку эта звезда очень холодная, в видимую область спектра амплитуда колебаний может быть очень большой. Так вот, эта самая мирокита, она потому и мира, потому и удивительная, что оказалось, что ее блеск меняется, ну как вы видите, примерно на третье величине, она была чуть ли не самой яркой звездой созвездия кита. А потом вообще начисто исчезло. Вот Фабрициус там в 1500 дай бог в каком-то году впервые это увидел, что звезда была, а потом пропала и какого же было его удивление, когда через много лет совершенно случайно он увидел, что опять звезда выдумнула. Вот, но на этом фокусы с этой звездой не кончились. Значит, вот снято было с инфракрасного спутника эта звезда и оказалось, что вот истечение, мощное истечение вещества, которые есть, из-за того, что звезда очень быстро движется в пространстве, в результате, так сказать, у вас образуется вот такой вот полевой, газополевой свет, который на десятки парсек за этой звездой тянет. Вот, действительно, так сказать, удивительная звезда. Газополевой, потому что, как я вам сказал, в ее оболочке формируется пыль. Но и это еще, так сказать, не все. Вот, есть звезды типа эрсерной короны, значит, у которых, которые, ну, хоть икрусируют, но не так явно, значит, но зато время от времени у них на кривой блеске, на зависимости блеска от времени, у них наблюдаются вот такие провалы. Из звезды просто выбрасываются куски сажи, вот этой пыли, и которые вот так вот экранируют часть звезды. ну, вот тут такой вот рисунок художника, который показывает, что это такое. Звезда коптит. Звезда коптит, вот это копоть, вот это мельчайшие частички, углеродные пылинки, размером меньше, размером толщины человеческого волоса, там, в десятки раз. Но такие пылинки, значит, вот они блокируют часть света, ну и как мы видим, вот эти выбросы, они могут быть весьма, весьма экзотическими. То есть, и там ветер дует неравномерно. Ну вот, любопытное такое событие. Значит, смотрел народ, смотрел, и у звезды, там, из одной звезд со звезды и народа, значит, наблюдали, что блеск его круг вырос. Ну, вырос, вырос, все такое же, есть, как же называется. Но, дальше оказалось интересно, свет распространяется, значит, это светильность звезда увеличила по той или иной причине, не буду говорить, какой, но дальше началось интересно. Свет, распространяясь во все стороны, стал освещать то, что звезда выбросила раньше, полевые оболочки. И вот, по мере расширения стали проявляться вот, ранее выброшенные полевые, полевые оболочки. Вот, посмотрите, какой зеленый кошмар. Это седьмой год. Сейчас, подождите, а, 2000-е, 2001-е, 2002-е, 2003-е, а это 2004-е. Вот, серия снимков зеленых капель. Так что, мы действительно, видим, что из звезд, как бы цель. пыли, на всеми, это исключительно не составы углевод? Пыль, вот это пыль, о которой мы говорим, а эти пылинки в основном состоят из углерода. Другая межзвездная пыль, которая, так сказать, вот сейчас, которая вот, в газопылевых облаках, из которых формируются звезды, она более сложная. Она, там, так сказать, есть клеммний, там есть оболочка, на нее налипает, так сказать, водяной газ, но это уже другая пыль, это уже пылинки, которые прошли некую химическую эволюцию, после того, как родились. А это первозданная, родная пыль. Такая. То есть она является первоначальной пыль, из которой газопылевые? Потом войдут в состав газопылевых облаков, да. И на них уже намерзнут другие газы. Вот здесь вот показана картинка, расчет, так сказать, расчет, который показывает, как меняется с течением времени масса звезды, там, две массы Солнца, в ходе эволюции. Вот за счет, вот тут показано время в миллиардах лет, и показывает следующее, что у вас звезда, как у нас, изначально, около двух масс Солнца, в конце концов, скатывается до массы, где-то, около 0,7 масс Солнца. Все остальное она потеряла за счет этого ведра. При этом, посмотрите, что тут нарисовано, как вырастает в течение времени обилие углерода в ее поверхностных слоях, то есть в тех слоях излучения, которых мы видим, и их состав, которых мы, собственно, определяем. Вот растет концентрация углерода, вот теоретический расчет. Мы видим, как звезды худеют. Звезды худеют, худеют, и в конце концов, сверху остается совсем немного, и обнажается постепенно вот это центральное горячее очень ядро, и в конце концов оно слетает вот это внешнее слое, и тоже это горячее ядро облучает разлетающийся газ в текилет, и мы видим вот такое совершенно замечательное зрелище, которое называется планетарная туманная. Вот тут они более или менее сферические, хотя видно, что выбросы происходили явно несколько раз, вот так вот у меня народ, вероятно, это было бы связано с этими неустойчивостями, связанными с гелиевыми вспышками. А вот примеры вот вытянутых таких туманностей, это связано с тем, что на самом деле система здесь двойная. Здесь есть, ну, когда у вас одна звезда, у вас есть сферическая симметрия, а когда две звезды, у вас есть осевая симметрия, поэтому истечение из одной из звезд, значит, в орбитальной плоскости оно мало, а оно в перпендикулярном направлении, оно велико, мы видим вот такие совершенно замечательные планетарные туманности. Теперь, значит, мы подходим к концу и говорим о эволюции звезд больше 10 массов Солнца. Значит, уже после главных последований. Ну, светимость при этом у них никуда высокая не делается, поэтому они продолжают весьма интенсивно терять массу, и тем более интенсивно, чем больше их масса. И у звезд вот с начальной массой 30-70, у нас Солнце, после ухода с главной последовательности сбрасывается почти вся оболочка богатой водородой. И остается только то, что вот в результате изначально на главной последовательности ядерных процессов обогатилось гелием. И, по сути дела, некое гелиевое ядро у вас получается, от всей звезды остается гелевое ядро. Вот эти звезды называются звездами типа Ольфа-Рая, ветер истекает с них, ну, гравитация сильная, уже 3000 км в секунду, демка истечения достигает 10-5 масс Солнца в год, то есть в миллиард раз более интенсивно, чем от Солнца. И вот здесь показана картинка, как ветер от одной из звезд Ольфа-Рая выдал такой пузырь в окружающем звездном газе. Вот, посмотрите, этот более крупный масштаб. Не знаю, как вам, мне это ужасно очень нравится. А вот перед вами звезда, это Кириан. Это одна из самых массивных звезд нашей галактики, ее масса заведомо больше 100 масс Солнца, сколько точно неизвестно, и из нее во все стороны разлетается газ, звезда очень горячая, там, температура поверхных слоев где-то там, ну, там, 50 тысяч градусов, это точно, а посмотрите, в выброшенном газе, который расширяется, остывает, в нем пыль образуется, вот, конденсируется тоже пыль. Значит, обратите внимание, что это биполярное, как говорят, истечение, связано с тем, что это двойная система, тут две звезды, так что в этой плоскости балла, что-то там в основном выбрасывается в эпидемиумерное направление. Темп в потере массы еще на порядок больше, чем у звезд типа Вольфа Райа. Значит, общая особенность звезд массы больше, примерно, 10 масс Солнца заключается в том, что, несмотря на потерю массы, ну и ослабление силы текотения, гравитации, силы текстаточной великой, чтобы температура в конечном итоге превысила, примерно, 3 глянга. И тогда это значит, что у вас досинтезируется в центре вещество до железа, мы знаем, что железо ядерная зола, и дальнейшее сжатие не приведет к выделению дальнейшего термогенового тепла, ну и, соответственно, эти слои потеряют устойчивость, начнут быстро сжиматься, результаты, из которой выпито центральное область подпорка, она тоже начинает сжиматься. Значит, что будет со сжимающимся ядром? Оно может стать либо нейтронной звездой, либо превратиться вообще в черную дыру, то есть полностью сколлапсирует. И на эти нейтронную звезду или на черную звезду начинают падать области, в которых ядерное топливо еще не сгорело. И вот оно начинает сжиматься, нагреваться, это ядерное топливо и очень быстро, и очень быстро оно разогревается, детонирует, ну то есть сгорает очень быстро, происходит колоссальный сил взрыв, и вся эта оболочка раскидывается в разные стороны. Мы наблюдаем взрыв сверхновой, так называемой, сверхновой первого типа. Ну вот, характерная картинка, когда у вас на месте слабенькие звездочки, вдруг появляется яркий фонар, резку поднимается, а потом вот так вот спадает. Значит, после этого, когда оболочка расширяется, значит, у вас на месте вот бывшей звезды образуется разлетающийся газ. Ну, иногда нейтронная звезда есть в центре, иногда тут черные дыра, иногда вообще звезду полностью разносят, что называется, в щепки. Это характерно для самых массивных звезд, примерно 100, масс Солнца, вот так, это теляк. Вот что здесь интересно. Это знаменитая сверхновая, вспыхнувшая в дню советской армии 23 февраля 1987 года. Значит, тут интересно больше, когда эта звезда вспыхнула, то есть, ее оболочка полетела, и полетела со скоростями около там, ну, почти без малого 10 тысяч километров в секунду. И в какой-то момент она догнала ранее сброшенную оболочку. И, налетев на нее, она этот газ, один газ налетел на другой, и возникла ударная волна, которая этот газ прогрел. И оказалось, что выброшенный газ, он был неоднороден. И вот, обтекая вот эти неоднородности, образовалась вот такая вот цепочка, ну, то, что было названо жемчужное оживление. То есть, вот такая история. Ну, вот, когда, так сказать, все сброшено, вот все разлетается, и вот получаются такие красивые картинки, такой газ, разлетающийся, это остатки вспышек свернового. Вот это крыбовидная фуманность знаменитая, это, если я не ошибаюсь, созвездие лебедя, это я не знаю, где-то очень красиво. Значит, подводя итог, можно сказать следующее. Если мы посмотрим на звезды разных масс, то получается так. Значит, у звезды с массой, примерно до 8 масс Солнца, в результате сброса разного процента массы, значит, они превращаются в белые карлики, а звезды более массивные, они дают либо черные дыры, либо полный разлет, либо нейтронные звезды, но при этом тоже 90% сбрасывают свою массу в окружающие пространства. Что интересно, образовались такие вещества с одним химсоставом, в котором доминировал водород, а когда они выбрасывают вещество назад в окружающие пространства, химсостав изменился, водорода там меньше, но зато появились более тяжелые элементы, природа, железо и тому подобное. Вот сейчас мы с вами говорили о одиночных звездах, теперь давайте вспомним наш родной Сириус. Вот изначально жили-были Сириус А и Сириус Б. Значит, Сириус А имел массу где-то около двух масс Солнца, а Сириус Б имел массу пять масс Солнца. Прошло время, раз он более массивный, он быстрее эволюционировал, он раздулся, превратился в желтый, в красный гигант, и его часть его вещества перетекла вот сюда. Значит, теперь, после того, как она перетекла, теперь вот эта звезда стала более массивной, в красный гигант, значит, более массивной, значит, и теперь мы имеем ситуацию, здесь есть белый карлик от пяти масс Солнца, здесь осталось всего 0,8 масс Солнца, зато эта подросла, и ее масса примерно около 2 масс Солнца. Вот перетекание такое вещества с одного на другое, когда, так сказать, у вас две звезды достаточно близко. Но это вот все то же самое, что я вам рассказывал, но просто рядышком оказалась другая звезда. Так что вот парадокс Сириуса, ну, на самом деле, он носит название парадокса алголи, он объясняется таким образом. Более того, такие эффекты могут происходить несколько раз, могут перетекать с одной звезды на другую несколько раз вещество. Значит, последнее. Когда Вселенная родилась примерно 14 миллиардов лет назад, она состояла на 75% из водорода, на 25% из гири. Больше ничего практически не было. Значит, все более тяжелые элементы образовались в недрах звезд. И вот этим звездным ветром, ну, сначала конвекция вынесена в поверхностные слои, а потом звездным ветром и при вспышке свернула вынесена в окружающую свету. В мерзвездную свету. Значит, из них сформировались новые звезды, которые после своей гибели нарожали еще больше тяжелых элементов. И вот за 9 миллиардов лет этот процесс повторялся многокрасно. Ну, почему 9? Потому что 14 минус 9 5 миллиардов лет назад получили. Значит, в мерзвездной среде стало не только больше всех тяжелых элементов, элементов тяжелее дерево, в том числе и больше пылины. А на поверхности пылина синтезируются всякие разные молекулы, в том числе и органические. Это существует. Так вот, 5 миллиардов лет назад из газа, в котором уже стало около 2% по общей массе всех элементов тяжелее гелия, образовалось Солнце и окружающие его плакеты, включая Землю. И большинство из этих элементов попало в мерзвездную среду при вспышках сверхновых, когда вот синтезировалось при этом термоеверный взрыв. Но основная масса углерода была вынесена ветром из красных сверхнегалов. Эти элементы тяжелее гелия и стали основой для зарождения на Земле жизни. Ну и, конечно, в итоге нас с вами. Отсюда следует вывод, который мне очень нравится. Мы все из красных сверхнегалов. Спасибо. Спасибо. Правильно ли я поняла, что механизм звездного ветра у легких звезд и у тяжелых абсолютно разный? Разный. Это первый момент. Второй. Вот если опустить магнитосферу, там была показана димутальная картинка линии магнитного поля Солнца. Вот если опустить магнитосферу и формально-механически подойти к закону сохранения момента импульса, можно ли сказать, что момент импульса Солнца уносится звездным ветром? Именно так. Вот так, да? Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Сергей Анатольевич, тоже правильно можно понимать, что галение углерода это уже переход в асимптотическую ветвь в красный гигант. Нет. Значит, на асимптотической ветви у вас как раз есть углеродное ядро и два слоевых источника, которые ползут на луку. Но углеродное ядро уже была перед этим реакция своей слои. Нет, нет, нет. Углеродное ядро. У вас из гелия образовался углерод. Углерод сам не загорается. Нет, я почему-то может неправильно спросил. Я про гелий когда начинает гореть. Гелий начинает гореть, когда у вас звезда становится красным гигантом. Вот, я как раз это говорю. А вот то, что вы говорили о углероде, выгниться, гниться, это для каких звезда характеров? Вот, вот эта карбоновая реальность у нее масса около солнечной. То есть, на этот вопрос я вам не отвечу. Может или нет, не знаю. Не отвечу. Дело в том, что, ну, я как голову по Европе вскакал, а ведь на самом деле о том, как звезда теряет массу, зависит не только просто от ее массы, но зависит еще и от многих вещей. Ну, главный из которых, наверное, это осевое вращение, скорость, которая вращается вокруг оси, и магнитное поле, которое у нее есть. Мы знаем звезды с массой Солнца и с таким же возрастом, у которых период осевого вращения меняется два-три раза. Раз. Естественно, если звезда быстро вращается, то у нее центробежная сила, которая не существует, она, естественно, ослабляет силу тяготения на экваторе, и у вас вещество может течь с экватора, облегчая... Как бы Е-звезды. Вот, да. Это вот так называемый БЕ-звезды, хотя там тоже не все так очевидно, но, да, в общем, да. Опять же, если у вас есть магнитное поле, то это магнитное поле может генерировать вот эти волны акулитические и так далее, то больше здесь много деталей и подробностей, поэтому, что будет конкретно с Солнцем, я бы не только скажу. Пожалуйста, по поводу углеродно-кислородных капликов. Там вот соотношение кислорода и углерода одинаковое, или все-таки геннекое или нет? Кислорода там меньше. Ну, это очень просто. На ядерных реакциях, на уровне реакции. Значит, гелий, заряд двойка, еще два нейтрона, значит, атомный вес четвертый. Значит, когда у вас три вот таких альфа-частицы сталкиваются, у вас получается ядро с зарядом шестерка, кубики, обычные кубики и с атомным весом 12. В принципе, к этому ядру может одна из этих альфа-частиц присоединиться. У вас получается С612 плюс 924, значит, у вас получается кислород О, что там, 8, 16. Но эта реакция, поскольку здесь заряды ядер больше, чем здесь, она, соответственно, идет при более высокой температуре. Значит, вам нужна более высокая температура, но к этому моменту гелия уже мало. Но он весь в углерод перетем. Поэтому, так сказать, кислород – это некая добавка в углерод. Но заметная добавка, не нулевая. А потом вот на одной из лекций было сказано, что звезды разникают из газа. Это правда. Ну, а затем показали снимок Хаббла, газопылевые облака, и сказали, что здесь вот сжигаются звезды, рождаются звезды. Противоречивается. Нет, 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 нет. Уточните, газопылевые облака или газопылевых облака отъяснилось с честным дазом и там. Нет, нет, нет. Значит, у вас в современном межзвездной среде у вас примерно 2% всех элементов тяжелее гелия, это, что называется, тяжелые элементы. У вас, конечно, приходится 2% тяжелых элементов. Так вот, большинство из некоторых элементов наиболее углерод, кислород, кремний, железо, магний, кальций и тому подобное. Значит, вот, большинство, скажем, кальция, большинство кремния сидит в межзвездных пылинках. Не в газовой фазе, а в виде пылиных. Часть углерода сидит в пылинках. Часть кислорода сидит в пылинках, потому что образуется молекула H2O, которая оседает на поверхности культа и образует у них ледяную манту. Так что, на самом деле, правильно говорить, газопылевую туманность. Все образуется из газопылевую. Естественно, потом, когда у вас облако сжимается, нагревается, все эти пыли плавятся, расплавляются, все это в конечном итоге в газ превращается. А вообще, изначально газопылевую. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok